Ну все, прекрасно. Четвертая выставка под названием «Миниатюры для творческой молодежи» открылась в Барвихинской школе. Как говорит постоянный ее участник, коллекционер Егор Кошелев, собирать и создавать такие фигурки – это огромный простор для творчества. Впоследствии я узнал про фэнтези вселенной, из книг, фэнтези, научной фантастике. Я узнал, что про это можно не только почитать, это еще можно пощупать руками, собрать. И не только собрать, но еще можно представить в таких цветах, в которых тебе хочется, как ты и ты сам видишь. Творческая среда семьи архитекторов наложила свой отпечаток. Говорит Егор, в его арсенале уже солидная коллекция фигурок. Если в прошлом году у меня было примерно 10 миниатюр выставлено, то в этом году их больше 20. Причем это уже не отдельные миниатюры, которые сами по себе. В этом году я уже представил на выставку именно отряд. Вот, например, вот эти вот мечники, они формируются в единое подразделение. И в игре, и, собственно, скажем, на стенде. В выставке приняли участие коллекционеры из 10 разных городов России. В этом году две витрины занимают раритетные солдатики и игрушки 60-х-90-х годов. В такие играли наши папы. Например, всем знакомые военные машинки, оказывается, выпускались на Тульском патронном заводе. Оказывается, они не просто отливали эти миниатюры, фигурки, модели техники, а еще и красили той самой краской, которая патрона. Свою необычную находку представил и поисковый отряд «Китиш». Найденная фигурка хоть и не относится к военному времени, но представляет большую ценность. На местах боев, реальных боев 41-го года, в Подмосковье, под Кубинкой, в ходе поисковой разведки, просто на металлоискатель, был найден солдатик из одного из таких, казалось, редких наборов. Ребята с любопытством рассматривают, словно живых пластмассовых солдатиков, военную технику фантазийных персонажей. В будущем организаторы планируют сделать ее еще интереснее. Мы думаем, что через год здесь появится интерактивная площадка, на которой можно будет поиграть в настольные игры советского периода, чтобы не просто посмотреть на то, как это, а еще и прямо вживую это осуществить. Так что планы есть. В завершении торжественного открытия всем его участникам были вручены памятные значки. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.